всем привет сегодня мы будем готовить кабачковые оладушки на электрогриле значит начнем с теста здесь покрышены потертые кабачки чеснок посолила сейчас буду сливать с него воду потому что сок то что его очень много я буду отжимать рукой и в раковину сливать так я отжала воду на из по рецепту на 500 грамм кабачков одно яйцо и 3 ложки муки столовых мы предполагаем что у нас где-то 2 килограмма значит у нас будет 4 яйца и три раза по 4 то есть 12 ложек муки значит яйца обычная мука будет разная рисовая пшеничная цельнозерновая полбина и овсяная я буду их по ложке миксовать фокус этого видео не в рецепте а в том что можно жарить на электрогриле таким образом они получаются значительно менее жирные разбиваем яйца потом начинаем делать муку берем ложку ставлю ситица для муки у меня там . шлак и от чередуя ложки разные делать смесь муки чтобы было больше разных полезных веществ и чтобы было меньше вредного глютена который содержится в обычной муки пшеничной и не используя муку высшего сорта использую пшеничную цельнозерновую муку просеиваю через сито чтобы она была без комочков равномерно просеиваю добавляем еще по ложке муки и 3 пшеничной цельнозерновой просеиваю тщательно перемешиваем кто-то любит добавлять сахар кто-то также добавляет масло растительное я в эту партию не добавлял так теперь мы включаем гриб и включаем режим мануал и окей там у нас ничего не оставалось нет ничего не было она смазан оливковым маслом все ждем кого загреется потом будем его готовить будем класть наши оладушки ждем пока гриль разогреется так наш гриль разогрелся подал нам звуковой сигнал какой я беру маленькую ложку кладу маленькие оладушки тогда их удобнее потом снимать и в общем то есть их тоже удобно прижимаю при разравниваю чтобы они были формы правильной но они все равно прижмутся верхним слоем поэтому сильно мы в этом деле не запариваемся стараюсь максимально использовать полезную площадь гриля закрываем ждем какое-то время у нас на режиме мануал поэтому он конечно нам не даст звуковой сигнал но мы будем периодически проверять и поглядывать ну примерно наверное две минутки подождем посмотрим что у нас получается так вот так когда они распадаются это значит два варианта первое либо у нас мало муки а муки нас немало потому что муки мы добавили много и я еще вне камеры подсыпала две столовых ложки обычной муки соответственно это я их сильно толстым застелила то есть вот эти вот у нас целые в серединке видимо были сильно толстые они должны быть такой толщины то есть они получаются как знаете как венские вафли где-то их вообще почти нет а где-то они толстенькие а на вкус они немножко отличаются от стандартных которые на сковороде то что сковороде они в масле и соответственно когда она обжаривается в масле конечно же вкус другой он более более вкусно как бы так без тавтологии сказать он ругается что я не выключила но все же смело снимем оладушки все вот таким то не получаются потом автоклав я чищу для следующей партии автоклав я чищу что электрогриль я чищу автоклав стоит вот рядом мы будем делать тушенку потом вам как-нибудь расскажем про это сейчас мы делаем электрогриль звук царапанного видимо побольше слоев значит я вот так вот вилочку делаю и салфеткой смазанной маслом я все это дело вытираю вторая партия я отвлеклась немножко ела первую партию но вторая партия тоже нормально запеклась переснимаю одна и зашляться как снимать это емкость в которой сливается сок но здесь на самом деле никакого сока с них не сливается что воду мы слили и они особо никакого сока не дают в общем на самом деле понятно да как их снимать я снимаю филиконовой лопаткой но я начинающий электрогрильщик пользователь электрогриля я просто очень сильно люблю кабачковые оладушки и очень не люблю когда они жареные в мясе в масле и вместе тоже поэтому я вот для себя изобрела такой способ и я решила им поделиться по горячим следам кстати если кто-то из опытных вдруг электрогрильщиков посмотрит мой ролик то мне интересно какие вообще приспособления есть для снятия их с гриля силиконовые щипцы я хочу заказать может быть что-то еще есть более крупная чем я даже не подозреваем вот в общем так и не получается вам немножко надо менять второй рукой с другой стороны подсекать чтобы это было чуть быстрее вот такие они получились еще раз покажу как вафельки и вот так ты их подаю я добавляю масло я добавила миндальное масло добавила оливковое масло медик и сметану уже добавим по вкусу приятного аппетита